Вчера была сообщена ужасная новость о том, что русская народная артистка Валентина Талызина скончалась, не дождавшись врача. Публика любила эту артистку за ее завораживающий натурализм и ее умение делать эпизодические роли яркими и запоминающимися. В творческом послужном списке знаменитости – работы в комедийных и драматических фильмах. Актриса родилась в Омске 22 января 1935 года. Незадолго до войны ее семья переехала в белорусский город Барановичи, где воевала ее мать Валентина. Главным в образовании Валентины могла стать история, именно этой науке девочка отдавала предпочтение в школьные годы. Однако жизнь сложилась иначе, и Валя поступила в Омский аграрный университет, где изучала экономику. Будучи студенткой драмкружка, она поняла, что мир театра и кино – это ее мир. Поэтому она ушла из сельскохозяйственного университета, в 1958 году окончила ГИТИС и поступила в труппу театром и совета. Для молодой актрисы это была непростая задача. Фаина Раневская, как и всегда, сразу сказала, «Эта девушка недостаточно красива, чтобы сниматься в кино». Позже между коллегами сложились отношения, и она говорит, что Раневская стала большим наставником для ее кинокарьеры. Она знала Рязанова, который был ее хорошим другом и большим наставником для нее. Зрители увидели актрису в новогодней комедии «Ирония судьбы». Она не только впечатляюще сыграла роль подруги-исполнительницы главной роли Барбары Брыльской, но и внесла свой вклад. У привлекательной полячки сильный акцент, и Рязанов настоял на озвучивании, но после выхода фильма Валентина обиделась на отсутствие признания ее двойной работы. С возрастом актриса часто выступала в роли матери, бабушки и няни, а личная жизнь Талызиной не задалась, как и творческая карьера. Когда-то актриса была замужем за художником Леонидом. Их единственная дочь, Ксения, родилась в 1969 году. Но пара все больше отдалялась друг от друга.